Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Смирнова Анна, я офтальмолог, и сегодня я хотела бы поговорить с вами немножко о мышцах и о гимнастике. Естественно, гимнастике для глаз. Немножко начнем с теории. У нас есть 6 экстракулярных мышц, которые отвечают за точность движения. Естественно, это есть мышцы, которые отвечают за движение по вертикали и по горизонтали. По вертикали у нас отвечают за движение верхняя прямая мышца, нижняя прямая мышца. Они, соответственно, поднимают глаз и опускают глаз. Также у нас есть дополнительные мышцы, косые так называемые. Их функция заключается в том, что они позволяют более точно навести движение. Соответственно, в противовес вертикальным мышцам у нас есть горизонтальные, которые позволяют нам смотреть влево и вправо. Это, соответственно, внутренняя прямая мышца, которая приводит глазик в сторону носа, и наружняя прямая мышца, которая отводит его наружу, соответственно, от носа. Как я сказала, косые мышцы, они занимаются именно более точным наведением. Сами по себе две косые мышцы, верхняя и нижняя, они обладают довольно небольшим функционалом, но синергично с другими мышцами позволяют более точно навести картинку. Таким образом, верхняя косая мышца, она у нас опускает глазик вниз, хотя, казалось бы, она верхняя, помогает ему развернуться кнаружи и немножко пронирует глаз, то есть разворачивает наружу от носа по горизонтальной оси. То есть, по сути дела, поворачивается вокруг своей оси, глазик немножко. Нижняя косая мышца также не приводит глаз вниз, она отводит его наверх. Отводит наверх, немного в сторону и при этом супинирует глаз, то есть поворачивает внутрь вокруг своей оси и немножко его удлиняет. Таким образом эти мышцы помогают навестись на мелкие детали и делать более точно мелкие движения И сегодня мы с вами поговорим о том, как эти мышцы тренировать Есть разные гимнастики, их можно найти большое количество в интернете, но суть по большому счету одна Это тренировка мышцы Здесь как с ЛФК, можно практиковать ЛФК, можно йогу, но в общем-то будет один и тот же эффект Мы получим более крепкие и здоровые мышцы, в частности мышцы глаза Среди практикующих офтальмологов сейчас наиболее принятой считается гимнастика по Аветисову Она состоит из трех различных блоков Эти блоки направлены на три разные виды гимнастики и улучшение состояния глаза Первый блок – это блок непосредственно мышечный, то есть глазодвигательный Нужно будет двигать глазами вверх, вниз, лево, право Эти упражнения мы чуть попозже обсудим Второй блок – это блок, улучшающий аккомодацию Акомодация – это способность глаза фокусироваться на разные расстояния, близкие и далекие Соответственно, с возрастом это состояние становится менее доступно И многие пожилые люди носят очки для чтения Если же заниматься гимнастикой, то очки для чтения можно надеть не в 45 лет, а чуть попозже Тем не менее, очки все равно придется носить, потому что любая функция, в том числе мышечная функция, с возрастом, она приходит, скажем так, в упадок И третий блок – это блок, улучшающий кровообращение Это не столько гимнастика, сколько общий массаж Массаж глаз, массаж век и несколько упражнений, нацеленные на улучшение кровоснабжения именно области глаз Сначала я бы поговорила с вами о глазодвигательных упражнениях, о тех, которые помогают мышцам лучше работать И так и так, при движении мышц у нас улучшается кровообращение Соответственно, самые простые упражнения, которые вы можете делать сами Это упражнения по движению глаз вверх-вниз и влево-вправо Упражнение первое – движение глаз вверх-вниз Делать его желательно медленно, не торопясь, не дергая глазами вверх-вниз быстро Спокойно опускаете взгляд и поднимаете взгляд вверх И так несколько раз на протяжении нескольких секунд Второе упражнение – это упражнение, так называемые ходики Что это значит? Вы двигаете глазами влево-вправо по горизонтали Не смещаясь по диагонали, просто влево-вправо Вы тренируете наружную и прямую мышцу глаза И внутреннюю прямую мышцу глаза Третье упражнение – это упражнение называется круг Есть еще его модификация – прямоугольник В этом случае мы задействуем все мышцы глаза По сути дела, круг – это необходимость опустить взгляд вниз Потом из этого положения аккуратно перевести взгляд наверх по кругу И то же самое сделать в обратную сторону Прямоугольник – это упражнение точно такое же, но вы фиксируете взгляд в каждой точке Посмотрели вниз, потом вбок, потом наверх, потом в другую сторону вбок И снова вниз, и в обратную сторону Это упражнение помогает задействовать все мышцы – верхнюю, нижнюю прямую, наружнюю, внутренние прямые И, естественно, косые мышцы Следующее упражнение – это упражнение диагональ Упражнение диагональ, оно, соответственно, нацелено у нас как раз на косые мышцы Поскольку именно косые мышцы позволяют у нас немножко глаз, скажем так, вводить по диагонали Суть упражнения очень простая Вы смотрите по диагонали вверх и вниз, влево и вправо Очень простое упражнение, большого количества времени не требует Тоже достаточно 10 секунд для одного упражнения Опять же, это упражнение надо делать медленно, чтобы вы почувствовали, как глазик движется И можно это делать как одним глазом, так и двумя глазами В идеале, конечно, упражнения такие делаются двумя глазами Поскольку мы учимся не только двигать глазом, но и фокусироваться на объекте иногда И еще одно хорошее упражнение – это восьмерка Восьмерка, так же, как и круг, задействует все группы мышц Но она дополнительно учит нас вводить глазом в разные стороны Не просто хаотично, а именно по дуге, описывающей наше обычное движение глаз при рассматривании картинки Когда мы смотрим на картинку, мы не смотрим в одну точку У нас глаз все время немножко двигается по картинке И захватывает самые интересные, как мозг кажется, части этой картинки И вот восьмерка, она позволяет проработать все мышцы При этом учиться стабилизировать и плавно вести глазик Восьмерка делается, в принципе, так же, как круг, но с дополнением еще и диагонали То есть вы смотрите сначала по диагонали вверх Потом спокойно опускаете глазик вниз Поднимаете его в другую сторону наверх и вниз в другую сторону Это делается очень легко и несложно При этом вы избегаете такого неприятного состояния, как скучание Скука Потому что когда вы делаете однообразные упражнения Верхний, слева, правый, все равно становится немножко скучновато, как при любой гимнастике Поэтому круг, восьмерка, прямоугольник Это дополнительный способ не только проработать мышцы, но и отдохнуть Отвлечь ее от монитора, дать себе разгрузку И как-то переключить свое внимание на другую деятельность Следующий блок упражнений, второй по ранжиру, но не самый последний по важности Это упражнения, нацеленные на аккомодацию Упражнения, нацеленные на то, чтобы мы учились фокусировать и расслаблять глаза И напрягать их, когда нам это нужно Конечно, эта функция есть у каждого врожденного Ребенок с рождения учится фокусироваться Когда он только рождается, у него все размытыми тенями кажется Еще и изображение не всегда правильно видно А с возрастом все это приходит в норму, мы этому учимся Когда у нас начинаются проблемы с аккомодацией? Два основных фактора Первое – это перегрузка То есть, когда мы очень много делаем чего-то на близком расстоянии Читаем, играем в планшет, смотрим мультики, занимаемся чем-то, работаем Удаленка очень часто этому способствует Особенно в обучении, когда надо много читать, много работать за компьютером И при этом мы практически перестаем смотреть вдаль Почему аккомодация при этом страдает? Дело в том, что в норме у нас мышцы, когда мы смотрим вблизи, в напряжении А когда мы смотрим вдаль, они наоборот расслабляются И вот, по сути дела, у нас, когда мы постоянно работаем на близком расстоянии Не давая глазу отдохнуть Возникает перенапряжение целлярной мышцы, которая отвечает за фокус вблизи Чтобы ее хоть как-то расслабить, надо либо делать упражнения А если это состояние запустить, может возникнуть такое состояние, как спазм аккомодации Или избыточное напряжение аккомодации Оно характерно тем, что человек, когда смотрит вдаль, не может сфокусироваться на дальних объектах Хотя буквально там утром все было видно хорошо Если вам постоянно плохо видно вдаль, то это, скорее всего, проблема уже с близорукостью И здесь надо носить очки Но если вы утром видели нормально, а после полдня работы за монитором Вы понимаете, что вы отвлекаетесь от монитора, смотрите в окно, а там все плывет Значит, вы перегрузили свою целлярную мышцу и надо ее расслаблять Какие существуют упражнения для расслабления целлярной мышцы? В целом, они все нацелены на то, чтобы мы переключали точку видения с ближней на дальнюю Соответственно, самое простое упражнение, которое можно придумать Это взять пальчик или ручку, поставить ее на расстоянии 20-30 см от лица Посмотреть на нее, зафиксировать изображение 3-5 секунд на нее смотреть Потом медленно отводить ее ближе, дальше Таким образом, вы мышцу переключаете с более близкого расстояния на более дальнее расстояние И, соответственно, можете дать мышце отдых Второе очень хорошее упражнение Его всем рекомендуют в маленьком возрасте Все дети, которые склонны к спазму аккомодации, к развитию близорукости Им рекомендуют это упражнение Называется оно метка или точка на стекле Суть у него такая же Вы смотрите на какой-то предмет на близком расстоянии Примерно 20-30 см Фиксируетесь на нем, отсчитываете 3-5 секунд А потом переводите взгляд куда-нибудь очень далеко в окно На соседние дома, на облака, куда угодно Когда вы фокусируетесь на очень далеком объекте У вас мышца должна быть полностью расслаблена Если вы носите очки, то это упражнение имеет смысл делать в очках Без очков оно работать не будет Особенно, если это касается близорукости В чем особенность глаза с близорукостью? Дело в том, что у него ось глаза длиннее, чем в норме Соответственно, мышцы, чтобы смотреть на близком расстоянии, напрягаться не надо вообще Это большое заблуждение, что если мы будем носить очки, то мышцы расслабятся Проблема у близоруких людей в том, что у них мышца в принципе не напрягается И вдаль вам плохо видно, и она не напрягается Потому что положение вдаль – это положение расслабления для этой мышцы И вблизи она не напрягается, потому что есть дополнительные диоптрии, которые компенсируют вот это напряжение Соответственно, когда мы надеваем близоруковому человеку очки У него появляется, вдаль остается зрение расслаблено, а вблизи как раз появляется нагрузка И вот чтобы упражнение «Точка на стекле» работало у близорукого человека Ему надо это упражнение делать в очках Только тогда в очках мышцы вблизи напрягаются, а вдаль расслабляются Если делать это упражнение у человека с близорукостью без очков, эффекта не будет вообще никакого И последняя группа упражнений, она нацелена в первую очередь на улучшение кровообращения Это не столько упражнение, сколько гимнастика Именно физических упражнений здесь по большому счету одно Это первое и самое простое упражнение Вы закрываете глаза и зажмуриваетесь И так несколько раз Открываете глаза, зажмуриваетесь на несколько секунд И так несколько раз Что в этот момент происходит? Первое, у нас за счет движения круговой мышцы глаза улучшается кровообращение век И кровообращение слизистой глаза, конъюнктивы Второе, у нас в веках находятся так называемые мейбомиевые железы И когда сокращается круговая мышца глаза, она их, соответственно, сжимает И содержимое мейбомиевых желез выходит на поверхность глаза То есть таким образом мы еще и помогаем этим железам опустошаться и держать слезную пленку Это очень важно для людей, которые много работают на близком расстоянии, за монитором И имеют склонность к сухому глазу, к синдрому сухого глаза Вот в этот момент, когда вы закрываете глаз, у вас обновляется слезная пленка А когда вы еще и мейбомиевые железы таким упражнением опустошаете То она становится более стабильной Если это упражнение делать несколько раз в день То вы уже почувствуете, что вам легче работать за монитором Просто потому, что глаза меньше сохнут Следующее упражнение, которое можно делать для улучшения кровообращения Это не упражнение, это скорее массажики Массажики делаются тоже очень просто Не надо очень сильно давить на глаз, ему это будет неприятно и вам будет тоже больно Но в целом, если вы просто закрываете глаза и несколько секунд круговым движением подушечкой пальца Массируете через верхнее, нижнее веко глазик Будет уже улучшаться кровоснабжение И плюс будет обновляться слезная пленка Какое еще можно попробовать упражнение? Можно попробовать следующее упражнение Особенно у людей более старшего возраста Которые склонны к повышению внутриглазного давления Смысл в чем? Вы закрываете один глазик Смотрите вторым глазиком прямо вперед И на закрытый глаз через веко начинаете мягко надавливать короткими движениями Таким образом, вы надавливаете на роговицу Открывается угол передней камеры И избыточная жидкость уходит из передней камеры Тем самым вы способствуете обновлению внутриглазной жидкости Это очень хорошо помогает у людей, у которых, в принципе, есть тенденция к повышению внутриглазного давления Это могут быть люди пожилые Это могут быть люди с диабетом Это могут быть пациенты, которые постоянно принимают глюкокортикостероиды В разных вариантах Неважно, это таблетки с дексаметазоном, преднизолоном Или это у нас ингаляторы от бронхиальной астмы с глюкокортикостероидами Вот таким людям я бы рекомендовала периодически делать это упражнение Причем оно важнее в первой половине дня Потому что в первой половине дня у нас давление в глазу выше, чем вечером И таким образом мы помогаем глазу адаптироваться к нормальному давлению Снизить давление такими мягкими способами Я надеюсь, эти упражнения помогут вам поддержать здоровье и красоту ваших глаз Спасибо за внимание, до встречи!